Здравствуйте! Сотрудники ГИБДД эвакуировали машины, которые припаркованы вблизи пешеходных переходов. Проспект Луночарского однополосная дорога. Казалось бы, серьезных конфликтов водителей и пешеходов тут быть не должно. Однако это место совсем недавно попало в сводки происшествий. В январе месяце на данном пешеходном переходе был сбит пенсионер. Сопутствующим условием послужило близко припаркованное транспортное средство к пешеходному переходу, в результате чего водитель, который двигался по проезжей части, и пешеход не увидели друг друга. Здесь у дороги жилой дома нет двора и парковки. Водители оставляют транспорт вдоль дороги и не берут в расчет пешеходный переход. По правилам остановка запрещена ближе пяти метров до зебры. Водитель этой машины не уложился в нормативы. В таких случаях инспекторы составляют материалы, машину могут эвакуировать на штрафстоянку. Для владельца транспорта приятного мало, но пешеходы меру наказания одобряют. По их словам, неправильно припаркованные машины создают реальную опасность. Переходила дорога, меня только не сшибло, потому что стоят, они прям стоят, у них тут стоянка. То есть вот эти машины, они, так сказать, загораживают, да, и транспортное средство, которое двигается, не видит. А это уже другой участок. Улица Милютина рядом поликлиники, детская и взрослая, куда приезжают на машинах. Плюс многие используют дорогу, чтобы срезать путь. В итоге нагрузка транспорта на участок большая. И дополнительные трудности как водителям, так и пешеходам создают те, кто припаркован не по правилам. У нас пожилые люди есть невысокого ростика, дети, которые двигаются в поликлинику, тем более здесь две поликлиники у нас. Те транспортные средства, которые двигаются по проезжей части, мешают обзору. Предмет беседы – автомобиль, который оставлен практически на зебре. Сам водитель не считает нарушений чем-то сверхъестественным. Негде, говорит, машину поставить вот тут и припарковал. То есть чужая безопасность вас не волнует, да? Причем есть чужая безопасность? При том, что ваше транспортное средство ограничивает видимость другим участникам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД призывают водителей не создавать аварийную ситуацию на дороге. Пешеходам убедиться в безопасности своего перехода, а автомобилистам не забывать снижать скорость у дорожной зебры. А теперь инспекторы напомнят основные правила остановки стоянки. В первую очередь водитель должен вспомнить, что транспортное средство запрещено оставлять на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Также остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств. Также в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение въезд или выезд других транспортных средств или создает помехи для движения пешеходов. Отдельно хотелось бы обратиться к водителям, которые паркуют и оставляют свои транспортные средства около ворот у дошкольных образовательных учреждений и школьных образовательных учреждений. В данном случае транспортное средство мешает проезду спецмашин для выгрузки непосредственно пищевых продуктов, которые завозятся в образовательные учреждения, но и создает, так скажем, определенные помехи для других транспортных средств, для других экстренных служб, которые должны в любое время беспрепятственно проехать на территорию образовательного учреждения. В данном случае предусмотрено административное наказание по статье 12.9. Ведь непосредственно руководитель образовательного учреждения может позвонить в дежурную часть ГИБДД, написать заявление, и ваше транспортное средство будет просто-напросто эвакуировано. Инспекторы ГИБДД отмечают тенденцию, водители, которые отрывают пистолет на АЗС, скрываются с места происшествия, а за это предусмотрена ответственность. Обращаю внимание водителей транспортных средств на то, что любое дорожно-транспортное происшествие на автозаправочной станции, либо порча имущества транспортным средством также на автозаправочной станции, все это является дорожным транспортным происшествием и подлежит вызову наряда ГИБДД для оформления такового происшествия. Нередки случаи, когда водители покидают подобное дорожное транспортное происшествие ввиду того, что думают о бесчисленных суммах денежных, которые они теперь должны заправочной станции, и ввиду этого страха они просто покидают междудорожно-транспортное происшествие. Поэтому мы рекомендуем водителям следующие правила по ситуации, если произошла с обрывом шланга, либо порчить другого имущества на автозаправочной станции. Во-первых, нужно немедленно остановиться. Если же бывают все-таки случаи, когда водитель попросту не заметил, что оборвал заправочный шланг или какое-то имущество, попортил, то есть если он впоследствии в движении уже заметил, что из горловины бака, допустим, торчит пистолет, то нужно незамедлительно вернуться на ЗЭС, сообщить это сотруднику автозаправочной станции, если же он такого еще не заметил. После этого нужно сообщить, что гражданская ответственность застрахована по полюсу ОСАГО, и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия. При прибытии сотрудников ГИБДД они оформляют уже дорожно-транспортное происшествие, необходимо предоставить все документы на право управления транспортным средством, после чего будут выданы копии справки о ДТП, как водителю транспортного средства, так и представителю автозаправочной станции. И уже всю сумму ощерба автозаправочная станция будет возмещать через страховую компанию. То есть сам водитель ничего не должен. Поэтому все-таки рекомендую не уезжать с подобных дорожно-транспортных происшествий, а вовремя сообщать как представителям АЗС, так и сотрудникам ГИБДД. При уезде с данного происшествия, это точно так же рассматривается, как уезд с дорожно-транспортного происшествия, которое квалифицируется частью 2 статьи 12.27, и предусматривает лишение права управления транспортными средствами от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. На улице холодно, сотрудники МЧС готовы к нестандартным ситуациям. А вот знают ли водители, как собраться в дальнюю поездку по трассе, узнавали пожарные. Из-за неблагоприятных погодных условий в МЧС приняли решение развернуть мобильные пункты обогрева на автомобильных трассах. Их три. Один пункт располагается на 16-м километре автодороги Тотьма-Нюксенец-Великий Устюг. Второй на участке трассы Урень-Шарья-Николь-Скотлас. Еще один пункт обогрева и питания появился накануне на 246-м километре трассы Вологд-Новая Ладога. В палатке установлены 5 коек, но при необходимости можно поставить еще 5. Напомним, подобные пункты предназначены для оказания помощи водителям и пешеходам, которые попали в затруднительную ситуацию на автодороге. Пока ситуация в регионе стабильная. Ну а прямо сейчас сводка новостей от администраторов группы ДТП Череповца. Опять 25. Водители останавливаются в неположенном месте. И снова перекресток Победы Первомайская. Водители дружно в ряд встали там, где нельзя. Автолюбители забывают о том, что возле трамвайных путей находится всего лишь дублирующий светофор. Таблички стоп рядом с ним нет, а значит проехать нужно дальше, до светофора, который расположен уже на проспекте Победы. Если в процессе движения с улицы Первомайской у вас загорается красный сигнал светофора, следует пересечь трамвайные пути и остановиться уже за ними, около светофора со стоп-линией. Парковки зимой – это бесконечная тема. Центральные улицы из-за обильных снегопадов сужены до предела. Что уж говорить о парковках. Участники группы ежедневно присылают фото и видеоматериалы с автомобилями, брошенными кое-как. Так, на одной из улиц оставленный автомобиль вообще занял целую полосу, затруднив движение на этом участке. Часто приходят сообщения о ситуации на Кирилловском шоссе, где около магазина порой появляется второй и даже третий ряд припаркованных машин. Объективно, такие водители оставляют лишь одну полосу для движения. А в одном из дворов в Заречи водитель заставил целый час мерзнуть маму с ребенком. Женщине, чью машину заблокировал внедорожник, после часовых попыток связаться с таким соседом, все же пришлось отправиться в детский сад своим ходом. Совпадением стало то, что только после этого горе-водитель все-таки вышел и переставил свое транспортное средство. Есть и веселые случаи, кто как борется за парковку на суровых заснеженных череповецких улицах. Вот, например, не самый плохой вариант занять расчищенное место. Ничего особенного, это просто табурет. А вот водителя Нивы, автор фото, почти упрекнул, что тот выбросил вполне еще нормальный автомобиль. Ну а вслед за сугробами на череповец обрушились морозы. Нужно отметить, что температура в минус 26 градусов – это не аномальная температура для февраля. Стоило термометру показать низкие температуры, все автомобильные неисправности дали о себе знать. В городе то и дело на дорогах встречаются машины, передвигающиеся на тросах, водители с растянутыми проводами для подзарядки аккумуляторов. И, конечно, в группе сразу появляется миллион просьб помочь завести замерзший автомобиль. Радует, что большинство водителей не унывает, ведь зима закончилась и наступила, пусть пока еще и календарная, но уже весна. Зимние соревнования по картингу Кубок Череповца состоялись у воспитанников спортивной школы. Вот такими захватывающими были гонки юных картингистов. Борьба за главный трофей развернулась с самого утра и закончилась поздно вечером. Череповчане соперничали друг с другом и со спортсменами из Ярославля. Каждый участник бился за Кубок в своей категории – мини и юниоры. Причем девчонки сражались на равных с мальчишками. Все призовые награды в копилке череповчан. Победители получили заветные подарки – велосипеды. Теперь им предстоит удержать свои титулы на следующих соревнованиях, ведь в мае пройдут гонки в Ярославле. Обо всем, что волнует череповецких водителей и пешеходов, мы расскажем через неделю. Ну и на сегодня это все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова